МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Казахстан переходит на новую модель государственного планирования от громоздких госпрограмм к лаконичным национальным проектам. Разработать стратегические документы нового формата поручил глава государства в своем послании народу. И если подготовкой и обсуждением нацпроектов занимались представители абсолютно разных направлений, от консультативных органов и экспертных кругов до исполнителей и законотворцев, то реализация намеченных планов в большей мере будет зависеть уже от правительства. О работе которого, как обычно, по пятницам рассказывает команда программы УКМЕД. С вами Анна Абрамова. Смотрите в этом выпуске. Борьба продолжается. Каких рубежей удается достичь правительству в гонке по стабилизации санитарно-эпидемиологической ситуации и что происходит в мире? Возрождение села. Как работает программа АУЛ Ельбисэгэ? Планирование по-новому. Что такое национальные проекты и в чем их преимущество? Ответ на предыдущий вопрос наглядно. В этой руке стратегический документ прежнего образца. Государственная программа на 125 страницах печатного текста. А это уже национальный проект, причем вместе с приложением. Основная же часть, где обозначены и ожидаемый эффект, и размер финансирования, и ответственные лица, и планируемые сроки реализации, уместилась на двух листах. Все четко и понятно. Только вот возникает вопрос, настолько ли категоричны мы в своих суждениях. Нацпроекты хорошо, а госпрограммы в прошлом? Не, абсолютно. И вот неправильно понимать, что нацпроекты полностью отменяют государственные программы, или государственные программы это было плохо, а нацпроекты хорошо, это, наверное, чересчур серьезное упрощение. У нас все, что было хорошего в государственных программах, это и такие программы, которые, по сути, уже народный бренд имеют, как Инбек, Нурлыжол, Нурлыжер, они все инкорпорированы в национальные проекты, и по ним будет серьезная работа. И о реализации одной из государственных программ, о том, насколько она эффективна и какие результаты приносит, как раз и говорили на неделе в Кабинете министров. АОЛ Ельбесэгэ – возрождение жизни насилия. А еще о жизни в условиях пандемии, вернее, о борьбе за эту жизнь и человеческую, и социальную, и экономическую. В общем, о санитарно-эпидемиологической ситуации в стране. Подробности заседания правительства этой недели в материале Кунсаи Курмет. Процесс иммунизации населения от COVID-19 достиг порядка 11,5 миллионов человек, благодаря чему заболеваемость в стране за последние две недели снизилась на 17%. Об этом и общей санитарно-эпидемиологической ситуации в стране на неделе во время правительственного заседания отчитался министр здравоохранения Алексей Цой. Впрочем, если в Казахстане инфицированных коронавирусом становится меньше, то сразу в 33 странах мира не все так хорошо. В некоторых из них уровень заболеваемости достигает критических отметок. За последние 14 дней наибольший прирост заболеваемости отмечался в Польше, где заболеваемость выросла более чем на 122%. В Грузии 98%, в Украине 69%, в Венгрии более 50%, в Армении более 40%, в России 30%. В Турции, Австрии, Германии, Кыргызстане, Беларусь от 2 до 10%. При этом в Грузии, которая вошла в тройку мировых лидеров по темпам распространения коронавируса, медленно идет и вакцинация. В среднем всего по 2000 прививок в сутки. А смертность среди заразившихся из категории тех, кому за 60, достигла 95%. В реанимацию при этом попадают непривитые люди. С каждым днем ухудшается и ситуация в Украине, где положительные результаты на COVID-19 выявляются у 10 тысяч человек в сутки. Власти страны связывают это с низким темпом вакцинации. Привитых в Украине всего 15% населения. Теперь правительство намерено ужесточить меры по санитарно-эпидемиологическому контролю. Тем временем в Брюсселе, в связи с самым низким уровнем вакцинации в стране, запускают аналог казахстанского АШИК. Отныне бельгийцы старше 16 лет не смогут войти в места массового скопления людей без QR-кодов. По данным ВОЗ, всего в мире от коронавируса скончалось уже порядка 5 миллионов человек. Основная часть – это жители Европы. Почти 50 тысяч смертей в неделю, а реальное число безусловно выше. Смертность снижается во всех регионах, кроме Европы, где несколько стран сталкиваются с новыми волнами случаев заболевания и смерти. В Казахстане же эпидситуация налаживается. Вакцинированных становится больше, инфицированных меньше. Почти в четыре раза, заверил министр здравоохранения. Шесть регионов уже находятся в зеленой зоне, пять в желтой, а остальные по-прежнему в красной. Так что расслабляться еще рано предостерегает глава Минздрава. Также отмечается уменьшение количества больных, находящихся на стационарном лечении, в 1,4 раза. На амбулаторном лечении количество больных, находящихся на лечении, снизилось в 1,3 раза с 57 тысяч до 43 тысяч больных. В Казахстане прививки от ковида получили уже больше 70% граждан из числа тех, кому вакцинация не противопоказана. В связи с этим межведомственная комиссия пришла к решению ослабить карантинные меры, а именно... Посещение пациентов медико-социальных объектов, деятельность ночных клубов только для лиц с зеленым статусом, с соблюдением заполняемости до 50%. Продлить время работы объектов бизнеса, участвующих в проекте АШИК. Кроме обсуждения эпидситуации, во время этого заседания вторым вопросом повестки дня Кабмин обсудил ход реализации проекта АОЛ Ель-БСГ. Его начали в 2019 году и за время работы госпрограммы, нацеленной на улучшение качества жизни на селе, были реализованы 12 тысяч проектов на сумму больше 600 миллиардов тенге в сфере транспорта, образования, здравоохранения, культуры и спорта. А уже в нынешнем году на подходе еще 6,5 тысяч инициатив. Мероприятия проекта АОЛ Ель-БСГ существенно улучшат качество жизни сельчан и придадут новый импульс развитию сельских территорий. Ярчайший пример – спортивный комплекс в селе Озунколь Кустанайской области. Он уже стал одной из главных достопримечательностей поселка. С открытием этого комплекса больше трех тысяч детей получили возможность заниматься спортом в комфортных условиях и бесплатно. Здесь есть все необходимое – игровые, тренажерные залы, а также оздоровительные кабинеты. Деньги из местного бюджета выделили по программе АОЛ Ель-БСГ. Словами не передать, в этом зале все прекрасно, все удобства есть, чтобы дети занимались спортом. Здесь светлый и теплый зал, форма для них предусмотрена. Мы рады, что для наших детей в этом плане делается очень многое. Для участия в проекте АОЛ Ель-БСГ села отбираются по нескольким критериям – демография, инфраструктура, экономика и географическое положение. Это необходимо для того, чтобы правильно оценить потенциал населенного пункта. Впрочем, если, к примеру, в предыдущем году село в фокусную группу проекта не попало, есть шанс сделать это до 2025 года. В нынешнем году отобрали еще 480 сел, на развитие которых выделено 106 миллиардов тенге. В результате будут модернизированы 2500 километров инженерных сетей и 5000 километров внутрипоселковых дорог. Будет построено и отремонтировано 632 школы и детских садов, 70 объектов здравоохранения, 300 домов культуры, клубов и библиотек, 96 физкультурно-оздоровительных комплексов и спортзалов. Примеры реализованных проектов уже есть, и их порядка 400 только за этот год. Впрочем, до конца 2021 планируется завершить модернизацию еще нескольких населенных пунктов. Все это делается для того, чтобы возродить жизнь на селе. И если все пойдет по плану, то уже к 2025 году будет обновлено больше 3500 сел. Кунцыя, Курмет, Экумет. Ну и о том, что же такое национальные проекты, чем они отличаются от прежних госпрограмм и как такой метод планирования позволит улучшить работу государства, чтобы каждый казахстанец мог почувствовать эти улучшения на себе, расскажет Амир Саминбетов. Государство перешло на новую модель планирования – национальные проекты. Это документы обновленного формата стратегического планирования, пришедшие на смену прежним государственным программам. Они должны повысить конкурентоспособность экономики, улучшить социальную сферу и экологическую обстановку и многое другое. Но главное – поднять уровень жизни каждого казахстанца. Если говорить об определении, что такое национальный проект, национальный проект – это стратегический документ государства, который направлен на улучшение качества жизни людей в отдельно взятой сфере. В целом можно сказать, что в отличие от государственных программ национальные проекты носят более системный и комплексный характер. Кроме того, в отличие от государственных программ национальные проекты являются более лаконичными и емкими. То есть это способствует тому, чтобы они более лучше воспринимались для большинства населения. О необходимости перехода к нацпроектам глава государства заявил в своем прошлогоднем послании народу Казахстана. Он заявил, что государственные программы необходимо модернизировать, точнее сделать их понятными, доступными и лаконичными. По поручению президента правительство вместе с консультативными органами и экспертами разработало перечень и содержание национальных проектов, в которых четко расписано, что нужно делать для развития той или иной сферы или отрасли. Причем сделано это так, как и требовал глава государства. Понятно и лаконично. Мы сократили огромное количество документов, то есть от 285 документов в системе госпланирования мы перешли к 90 документам. Но это, если посчитать все министерства, регионы, национальные компании, то это серьезное существенное сокращение. Национальные проекты в целом отличаются от государственных программ, что в них, наверное, больше конкретики с точки зрения достижимости тех или иных показателей, конкретности. Очень важный был показатель, и это требование современного общества, это человекоцентричность. Каждый из нас проектов – это руководство к действию по достижению приоритетных целей, развития доступности и качества образования, здравоохранения, госуслуг, предпринимательства, улучшения экологии и многое другое. В общем, все то, что способствует повышению уровня жизни граждан страны. И чтобы достичь планируемых результатов, различные министерства будут работать в тандеме. Для того, чтобы мы добились хорошего показателя здоровья, очень важен, например, здоровый образ жизни. Чтобы здоровый образ жизни повсеместно у нас был популярен среди населения, очень важна работа других ведомств, таких как Министерство информации, Министерство образования, Министерство культуры и спорта. И вот как раз в этот раз мы подошли, что вокруг конкретной проблемы, конкретные министерства собираются, и каждый говорит, вот я реализую такую-то задачу, мне для этого нужно столько-то денег. Национальные проекты опубликованы на официальном сайте правительства. Это сделано для того, чтобы каждый мог с этими документами ознакомиться. И уже с первого взгляда становится ясно, государство не только слышит граждан, потому как в документах отражены пути решения проблем актуальных и волнующих населения. Но и старается быть понятным, потому как все в этих документах разъясняется просто и доступно. В них отражены цели, сроки, объемы финансирования и ожидаемые результаты. Еще одно отличительное качество – пункт восьмой – ответственное лицо. Чтобы каждый гражданин понимал, кто и за что несет ответ и перед ним, и перед государством. То есть на каждого замминистра приблизительно 2-3 показателя в целом будут попадать из национальных проектов. И очень понятно, с кого спрашивать, за что спрашивать. И есть очень понятный механизм того, как мы отслеживаем это. У нас у каждого национального проекта есть конкретный куратор, то есть это конкретный министр один, который отвечает в целом за координацию. Есть конкретные ведомства, которые там тоже прописаны, кто отвечает. Вплоть до конкретного вице-министра. А сами министерства уже принимают планы, где директора департаментов, начальники управления. Эксперты отмечают, что национальные проекты успешно внедряют и другие страны, такие как Великобритания, Япония, Малайзия и Россия. Ключевое в этих программах то, что во главу угла поставлен комфорт каждого человека. Здесь в первую очередь показательным является опыт России. В настоящее время в России реализуются 12 национальных проектов, которые рассчитаны на 2019-2024 года. К примеру, в Великобритании 2010 года осуществляется реализация национальных планов инфраструктурного развития, которые в первую очередь нацелены на решение вопросов жилья, образования и здравоохранения. Реализация национальных проектов – дело правительства, каждого министерства, заместителя и акима. Казахстанцы же могут не просто наблюдать за тем, как исполнительная власть притворяет в жизни намеченные планы, но и принимает активное участие в обсуждении этого процесса. Амир Саминбетов, Алия Букенова, Экумет. К другим событиям. О развитии торгово-экономических отношений на неделе шла речь во время телефонного разговора премьер-министра Казахстана Оскара Мамина с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным. Во время этой беседы главы правительств двух стран обсудили и вопросы продвижения совместных проектов в промышленности, энергетике, инфраструктуре и других областях, а также усиления борьбы с коронавирусом. Не оставили без внимания и тему взаимодействия в рамках ЕАЭС, СНГ и других интеграционных объединений. А это уже заседание комиссии по цифровизации под председательством премьер-министра Оскара Мамина. Главе правительства отчитались о проводимой работе по созданию информационной системы единого государственного кадастра недвижимости, Национального банка данных минеральных ресурсов Казахстана и о внедрении пилотного проекта социального кошелька. Премьер поручил обеспечить своевременность и качество всех проектов в сфере цифровизации экономики, подготовки кадров и общего развития IT-отрасли. А вот уже во время визитов в Западный Казахстан премьер-министр проверил, как ведется работа по реконструкции автодороги Актобе-Атрау-Астрахань. И, судя по всему, ремонт идет хорошими темпами. До конца года на этом отрезке обещают обеспечить проезд по 92 километрам. Обновление оставшихся 185 километров дорог планируется завершить уже в следующем году. Всего же в нынешнем году правительство занято строительством и реконструкцией 8400 километров дорог. В телефонном разговоре сложившуюся ситуацию в сфере международных грузоперевозок обсудили первый заместитель премьер-министра Казахстана и заместитель премьера Госсовета КНР. Алихан Смаилов выразил серьезную озабоченность скоплением большого количества грузов на границе из-за снижения объемов грузоперевозок автомобильным и железнодорожным транспортом. Стороны договорились о принятии мер по решению этого вопроса. А буквально сегодня в правительстве состоялось совещание под председательством заместителя премьер-министра Яралы Тукжанова. Оно было посвящено реализации поручений главы государства данных на заседании Совета Ассамблеи народа Казахстана 21 октября. Яралы Тукжанов поручил активизировать деятельность акиматов региона в сфере укрепления межэтнических отношений и проведение точечной профилактической и информационно-разъяснительной работы с населением по каждому случаю нарушения прав граждан на этнической или языковой основе. Все поручения президента взяты на особый контроль Кабмина и будут исполнены в рамках отдельного протокола. Ну а завершим выпуск обзором работы правительства прошлой недели. 9 и 10 октября Аскар Мамин совершил рабочий визит в Объединенные Арабские Эмираты, где провел переговоры с заместителем премьер-министра Эмиратов, министром по делам президента шейха Мансуром Бензаид Аль-Нахаяном, а также с первыми руководителями государственных институтов развития и других ведущих компаний. Стороны обсудили ход реализации уже достигнутых раньше договоренностей и перспективы двустороннего сотрудничества в сфере торговли, экономики, инвестиций, энергетики, агропромышленного комплекса и логистики. По итогам переговоров было подписано межправительственное соглашение по развитию проектов в приоритетных отраслях экономики на общую сумму инвестиций больше 6 миллиардов долларов. Сегодня между двумя странами было подписано очень много соглашений, межправительственных и инвестиционных, нацеленных на раскрытие потенциала двусторонних отношений и сотрудничества. Мы надеемся, что с каждым годом наша кооперация в торговле и инвестициях будет только расти. А уже в понедельник премьер-министр встретился с вице-президентом по вопросам добычи компании «Шеврон» Джеймсом Джонсоном. Во время встречи стороны обсудили вопросы реализации проекта будущего расширения «Тенгиз-Шевройл», перспективы расширения карачаганакского проекта, а также увеличения мощности Каспийского трубопроводного консорциума. Не обошли стороной и вопросы применения современных экологически чистых технологий, реализации социальных проектов и обеспечения соблюдения высоких стандартов в области охраны здоровья и безопасности труда. По итогам переговоров между Министерством энергетики Республики Казахстан и компанией «Шеврон» был подписан меморандум о создании фонда прямых инвестиций в Казахстане на сумму порядка 250 миллионов долларов. Уже на следующий день прошло очередное заседание Кабмина, где были рассмотрены итоги социально-экономического развития страны и исполнения республиканского бюджета за 9 месяцев нынешнего года. Об исполнении республиканского бюджета и денежно-кредитной политике доложил министр национальной экономики Осет Иргалиев. В целом глава правительства отметил уверенную динамику роста экономики. По итогам 9 месяцев рост ВВП ускорился до 3,4%. При этом объем производства обрабатывающей промышленности вырос на 5,7%. Темп роста в строительстве отмечен на уровне 9,7%. Только за 9 месяцев в стране введено в эксплуатацию 10 миллионов 400 тысяч квадратных метров жилья. А это на 8% больше по сравнению с прошлым годом. Обсудили во время этого заседания Кабмина и реализацию национальных проектов по развитию предпринимательства агропромышленного комплекса образования, здравоохранения и экономики, перечень которых был одобрен главой государства Касымжумартом Токаевым. Все эти нацпроекты будут финансироваться за счет бюджетных средств и частных инвестиций. Об укреплении взаимовыгодного сотрудничества Казахстана с ОСР на прошлой неделе шла речь во время встречи первого заместителя премьер-министра Алихана Смаилова и руководителя отдела Евразии секретариата глобальных связей ОСР Уильяма Томпсона. Вице-премьер отметил, что для придания нового импульса долгосрочному партнерству разрабатывается новый план с конкретными направлениями взаимодействия. А уже на следующий день под председательством заместителя премьер-министра Ира Латукжанова прошло заседание межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции. О снижении заболеваемости COVID-19, а также об общей обстановке в стране, доложил министр здравоохранения Алексей Цой. Кроме этого, был принят ряд важных решений, в том числе о начале ревакцинации населения с третьей декады ноября. Глава Кабмина на неделе также проконтролировал ход реализации проектов транспортной инфраструктуры автодорог Усть-Каменогор-Сталдыкурган, Колбатау-Майкапшагай, Ушарал-Дустык, Караганда-Балхаш-Капшагай и Мерке-Бурлбайтал в рамках рабочей поездки в Восточно-Казахстанскую, Алматинскую и Карагандинскую области. О проводимой работе и последующих планах премьер-министру доложили Акимы трех областей, вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Берек Камалиев и председатель правления Каза-Автожол Аскар Муратулы. В области идет реконструкция 800 километров дорог, в числе которых Талдыкурган, Ускаменогорск и Ушарал-Дустык. Это особенный проект, где подрядчик сам готовит сметные документы и проходит государственную комиссию. Над проектом работают больше 2000 человек и порядка 1000 единиц техники. Проведенная работа соответствует всем нормативным документам. А вот уже о приоритетных направлениях сотрудничества правительства Республики Казахстан и программы развития ООН говорили на встречу заместителя премьер-министра Ирлы Тукжанова с помощником генерального секретаря ООН и директором регионального бюро ПРООН по Европе и СНГ Мирианы Сполярич-Эггер. Представители Организации Объединенных Наций дали положительную оценку по проводимой работе в области цифровой трансформации, управлении природоохранной деятельностью и стремлению перехода на зеленую экономику. Кроме этого, премьер-министр Оскар Мамин провел совещание в цифровом офисе правительства с руководителями центральных и государственных органов и акимов регионов по вопросам регулирования цен на продукты первой необходимости. О текущей ситуации и проводимой работе доложили министр торговли и интеграции Бахет Султанов, а также министр сельского хозяйства Иербол Карашукеев. Премьер-министр поручил Акимам регионов повысить эффективность работы по сдерживанию роста цен на социально значимые продукты питания. На этом у нас все о событиях правительственных будней. Следите вместе с командой программы УКМЕД каждую пятницу в 20.30. Ну а я передаю эфир коллегам из отдела новостей. До скорого!